Тут всему виной наша стойка, да? Вот мы сели и пружили на этих ногах. Стойка, которая, ну вот, называется, там, в восточных единоборствах, стойка наездника или наездницы, в том случае. Знаете, да, Филипп, у меня стойка? Вот в ней люди стоят достаточно долго, несколько минут, там, 5, 10, 15, полчаса, то есть, пока удерживают. Это очень хорошая поза для прокачки энергетическая, да? И, кроме того, тренируют вот эти вот ваши бедренные мышцы, да? Поэтому, почему бы ее не использовать, заодно и сами потренируемся, да? Вот мы закончились движения, перешли вот в эту прищепку, да, так называемую, вот, когда захватываем мышцы. И добавляем вибрацию. Вибрацию вот. А, ну, если отдельно, то проще, а это верхом. А кому как, вот это неизвестно. Можно и двумя руками. Просто, бывает, одна рука быстро делает, и четко, да, а другая, там, что-то, медленно начинаешь как-то придумывать. Вот, ну, правши-левши по-разному, да? Я отводим сюда, на себя. Если, ну, не получается, руками, да, вот так вот, такой вот, такой вот, тремор сделать, да, быстрый тремор, то включится все тело. Какая-нибудь такая болезнь Паркинсона, прям, 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 все вот так вот потряситесь. То есть, за счет ног, получается, да, движение. Смешно выглядит, а ему-то, какая разница, клиент же не видит, что вы там. Да, видно. Как будто токнуло, шибануло, да, 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 потряслись. Захватили череп, да, и стараемся его отодвинуть. При этом, видите, я столько сменю. Я как будто бы, как перетягивание канатов, да, на себя. Ну, в данном случае он упирается вот в стол, эта дырка, да, если дырки нету, то прям можно вот руками схватить и потянуть руками на себя. Расслабили его. Пальчиками на себя потянули, да. Прошли вот эти мышцы, прошлись, вернее, по, вот они такие вот волокна мышечные, да, прямые. Параллельные к нашему, нашей шее, да. Прямо так, сильно пальчиками отводим их от позвоночника опять в сторону, да. То есть наша цель опять идти к периферии. Отводим их, отводим. В данном случае у него, у наших пациентов все нормально. А бывает так, что там прямо такой, знаете, скрипит, как песочек. Нет. Прямо. Есть, да. Иногда прямо вот такие там болезненные, какие спазмы. Соли опять же накапливаются, струхондрозы всякие. Парсеофиты вот эти. И вот там скрипит, прямо вот так. Да, прошлись. И смотрите, вот я заменяю руки только на большие пальцы. И делаю вот так вот. Нет, то есть все поближе. Ага. С этой стороны снимем. Чтобы руки было видно, да. Ага. Вот этих мышц, да, которые. Вот тут есть такие выступы, да, на черепе. Которым крепятся большие группы мышц. Вот эти вот. Они тоже перекрывают сосуды, бывают. Нервы тоже отсюда. Идут. И вот берете их и как бы оттаскиваете вот туда, в корпус ему. Потом ниже с боков оттаскиваете в корпус. Еще ниже оттаскиваете вот туда. Но это надо делать медленно. Во-первых, чтобы не повредить, да, кому-то. А во-вторых, это же лимф. Мы начинаем запускать лимф. Опять же, работая с шеей, я тут не заканчиваю. Я еще беру дополнительную голову. То есть, проходим по точкам за ушами. Подходим к вискам. И с висков тоже вот берем. И вот таким вибрационными, такими техниками. Вводим лимф вот туда, в подключичную зону. Понимаете? С черепа лимфа она вот как бы вся стекает вот сюда вниз. Концентрируется под ушами, да, под челюстью. Вот здесь вот, на этих муставах, да. И мы стараемся ее вот по всем этим каналам провести вот туда. Такой с помощью такой легкой вибрации. Может перед ушами еще пройтись. И вот по переднему. Переднюю краю вот этой кивательной мышцы, да. Вот ее вводим сюда. Тогда глубже к нам в подключичную область. То есть, дополнительно мы еще снимаем давление. Стимулируем вот это отсутствие гетососудистой дистонии, да. И как бы вот облегчаем существование человека. Здесь вот тоже очень находится много точек по технологии китайской акупунктуры, да. Но все их знать не надо, тем более китайские названия. Поэтому, просто накладывая ладони, вот видите, от центра косточки, да, она тут выпирает, ее нащупывается. До вот этой выпирающей косточки, вот. У нас получается по четыре точки с каждой стороны, да. Опять техника широтцу, но я предлагаю по ним, по одним пальцем не давить. Ну что-то получится, игра на рояле одним пальцем, неинтересно, да. Все пальцы включаете и сразу начинаете продавливать. С помощью вибрации, как бы, увенчиваемся одним пальцем, вторым, третьим, четвертым. А тебе, наверное, сбоку не видно, да, может вот отсюда теперь снять. То есть вот мы их наложили, я специально другие пальцы поднимаю, да, чтобы было видно, каким мы работаем. Раз, два, три, четыре. И вот тут прямо соединяется через позвоночник, на себя немножко давим, и пять. Какая процессивная может быть. Вот. А вообще это делается даже вот незаметно. Вот я их не отрываю пальцы. Видите, вот я показываю практически, как это работает. Вот. Когда вы даетесь на эту точку, вы просто можете уже сами расслабляться, любую позу принять, встряхнуться, над нами потрясти, потанцевать. И сами, вот, дополнительно сбросили себе вот эту энергетику, да? Отрицательная. Не больно, когда на эти точки нажимаем? Нормально? Еще раз показом, запомнили, да? Когда вы попробуете, у вас пальцы сами будут удобно ложиться, да? Пальцы на этистанатах. Вот. И как можно вот закончить, да? Дело в том, что вот по позвоночникам идут вот такие вот энергетические вот эти оккупунктурные точки, да? Между позвонками. Если вы заметите, примерно в расстоянии между ними 2-3 сантиметра, да? Но они не заканчиваются там, где заканчивается позвоночник. Они идут дальше по черепу до лба практически. Эти оккупунктурные точки тоже можно проработать. То есть берете вот там, где волосяной покров начинается, да? Примерно вот на расстоянии от оси черепа, да? По сантиметру, по два, скажем, стороны. Вот на таком расстоянии, да? Где-то получается по полтора сантиметра, скажем, стороны. И между ними через 2 сантиметра вот находятся эти точки. Берете их и вот так вот сильно, большими пальцами прожимаете тоже с вибрацией. Сильно это надо делать. Может быть это будет немножко полезно. Но некоторые вот мне прям говорят клиенты, что от того, что я здесь нажимаю, расслабляются вот эти мышцы шейны. Понимаете? Вот мы их продавили эти точки, да? Переходим на шею. Опять же эти точки продавили. И дальше идем по всему позвоночнику. Каждый остистый от росточек, вот так вот продавливая, с каждой стороны его любого, на так вот обходим. Идем до самого-самого нашего любимого крестца. Сейчас показываю, да? Таким образом мы энергию, которую до этого возбудили, возвращаем к этому человеку обратно. Это вот такой вот финал, да? Как можно зафиналить спину, закончив на голове. Так хочется сказать голосом Баба Яги. Идем мы до самого-самого крестца. Уперлись, да? Видите, и сами расстанулись при этом. И тоже вот так вот можно провибрировать. То есть дополнительно оттягиваем ему все-таки поясницу, да? И мышцы вот вниз, растягиваем его позвоночник. Все. Дальше можно закончить любыми формами поглаживания, потряхивания, прелебательные процессы. Ну, вообще-то, предлагаю заканчивать, опять же, не... Мы все время до этого делали снизу-вверх, да? То в конце мы просто расслабляем его в обратную сторону. Потрясли, потрясли, стряхнули, простучали, прохлопали. Опять же можно, если у вас не получилось вибраться вот этих мышц от аппетитовидных с этой стороны, да? То встаньте и доделайте это вот с этой стороны. Вот сюда проще вот так вот взять, и от центра к периферии, да? И вот так вот стряхнуть. Напряжение надо снять обязательно, просто вот этого массажа жесткого. И... Сброс идет энергетический. Заряд энергетический тоже надо сбрасывать для собственной чистоты и для чистоты ваших отношений с клиентом. Все. После этого, как правило, нельзя резко вставать, поэтому предлагается человеку полежать еще. Ну, вот там много не обязательно, так 5-10 минут. Вон еще я растерял свое тепло, пришел в себя. Нужно ему немножко в этом помочь. Поговорить. Успокоить. Приласкать. Приголубить. Нет, серьезно. Это вот идет сброс. Чеснок, когда касается головы, тоже идет сброс энергетического теплового столба. Ну, как бы не сброса, отнуление. Организация. Организация энергетическая. Ну, можно перейти к энергетическим техникам, если вы знаете, а можно просто на этом закончить. Вот. Редактор субтитров –